Здравствуйте! Сегодня в гостях у Ван Сен, расположившийся в стенах Одесского театра «Начайный», Московский театр, театр «Школа современной пьесы» под руководством Йосифа Рахигауза. И сегодня мы будем говорить с актерами этого театра, а по совместительству с актерами театра и кино. Первый наш гость Николай Голубов. Здравствуйте, Коля! Здравствуйте! Скажите, что для вас Одесса, в вашей жизни? Одесса для меня город, в котором каждый прохожий, который я могу остановить и поинтересоваться, как мне пройти куда-то, может поспорить, могут даже поругаться из-за того, чтобы объяснить, как мне куда пройти. Одесса – город-праздник, город самобытный, город, где родились, известные всем анекдоты, город, где каждая одессита может затащить к себе домой, накормить, спать, уложить, гостеприимный, радушный. И даже несмотря на то, что наши страны сейчас находятся в состоянии войны, ну, как Россия, Украина, они же, по сути, враги. Ну, гибридные. Гибридные. Гибридные, дипломатические отношения у нас существуют, поезда ходят, самолеты, правда, уже не летают. Самолеты уже не летают, да. Тем не менее, да, такая странная, странная война. Да. Николай, в одной из анкет вы на вопрос «Ваш любимый город» ответили «Там, где я нахожусь». Да. Поэтому сейчас «Ваш любимый город» – Одесса. Да, Одесса. Скажите, вы уже больше 11-12 год служите в театре «Школа современной пьесы». Да. Скажите, вот что этот театр для вас? Ведь вы же работали в Вологе до этого, работали в других театрах. Да, театр «Школа современной пьесы», прежде всего, мне интересен, это экспериментальная площадка, которая занимается исключительно современными пьесами. Вот, театр в свое время, он был очень, так скажем, медийный, когда особенно в нем появился Евгений Гришковец. Вот, и, то есть, начинался он в 89-м году, когда не было ни Гоголь-центра, ни театра «Практика», ни театра «Дог», ни центра «Мерхольда», ни центра драматургии и режиссуры. И тогда это было ново, тогда это было интересно. Сейчас, конечно же, очень много конкурентов в Москве, и слава богу, что так. Вот, театр, который, каждый спектакль, эксперимент, каждый спектакль – это своего рода исследование, изучение для меня театра. Вот, один режиссер, недавно который ставил у нас спектакль, он заметил, что в театре «Школа современной пьесы» все актеры работают, как бы, я, в предлагаемых обстоятельствах. То есть, они, ощущение, что они вообще ничего не играют. Ну, как бы, вот, они настолько естественно существуют в предлагаемых обстоятельствах, что нет, как будто, вот, не возникает ощущения, что артист играет. И Иосиф Леонидович, вот, он именно этого всегда и требует, вот, артисты, чтобы они не придурялись, не, там, не, боже упаси, наигрывали, а вот были естественными. И, тем не менее, там, все сохраняется, предлагаемые обстоятельства, сквозное действие, то есть, все, техника, все это, понятно, сохраняется. И «Школа современной пьесы» для меня очень интересна на данный момент. Мы выпускаем интересные премьеры, мы, вот, сегодня мы играем в спектакль «Спасти камеры юнкера Пушкина». Театр открыл этого драматурга Михаила Хейфица, вот, и сейчас, вот, эту пьесу ставят во многих городах России, уже поставили, по-моему, в 30 городах эту пьесу. Вот, и все началось именно с нас, вот. Ну, да, даже есть такая интересная деталь, я читал эту пьесу, и еще когда она была представлена на конкурс «Действующие лица», я обратил внимание, что она, вообще-то, написана как повесть. Да. Что там не было, он сказал, вот, слева, кто говорит, справа, что говорят. Вот, это повесть практически, и эту повесть вам удалось инсценировать, и причем инсценировка, мне кажется, очень удачная. Вот, скажите, сколько ролей вы будете сегодня играть в этом спектакле? В этом спектакле каждый из артистов играет калейдоскоп ролей, а я буду играть, значит, я буду играть Секу, я буду играть Барона Геккерина, а я буду играть Однокашника Питунина, это три, в общем, около пяти, пяти получается, пяти ролей, и в том числе и Пушкина тоже. И как вам, вот, это же надо все-таки перевоплощаться, причем перевоплощаться на малой сцене, где очень трудно спрятаться за декорацию, там, за усы, за бороду, которую вам гример не успевает даже, в общем-то, и наложить. Вы должны все это делать сами, и я три или четыре раза видел этот спектакль в разных городах, я его видел в Москве, я его видел в Вене, я его видел в Одессе в прошлом году, вот, и вам это удается. Николай, я хочу вам пожелать успехов во первом сегодняшнем спектакле, тем более, чтобы завтра опять играть этот спектакль, вот, и во всем вашем театральном творчестве. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. Арина, скажите, вот, вы первый раз в здесь? Да. Вот какое впечатление она на вас произвела? Как я написала одному своему другу, это любовь с первого взгляда. У каждого города есть своя атмосфера, и ее, по крайней мере, я ее сразу чувствую, как только выхожу из самолета. И это какое-то невероятное чувство. Я думала, что это все мифы, байки о том, что такая атмосфера только в Одессе. Нет, это город удивительных людей, улыбающихся, светлых. Это удивительный воздух, ваша природа, ваш климат и театр, где мы играем. Это, ну, я влюблена по уши, я мечтаю сюда вернуться снова уже, чтобы можно было более спокойно посмотреть все ваши достопримечательности. Это потрясающий город с сумасшедшей атмосферой. Рина, вы больше актриса кино, чем театра, да? Вот практически театр школы современной пьесы, это ваш первый такой вот серийный, или у вас было уже сотрудничество с театрами? С московскими театрами, то есть я сотрудничаю параллельно еще с другим театром, но это совершенно другая специфика. С какими театрами? Московский театр мюзикл Михаила Ефимовича Швыдкова. Поскольку я с детства пою, танцую профессионально, и в институте у нас активно развивают эти навыки. Поэтому в Москве я начала свой путь именно с московского театра мюзикла. И потом вот по счастливой случайности Иосиф Леонидович дал мне чудесную возможность поработать в этом театре, в этом спектакле. Но я считаю, что, конечно, это первая серьезная работа на уровне. То есть в театре школы современной пьесы вы пока что в первом классе, да? Да, абсолютно. Вы еще первоклассница. Это абсолютно так, да. Работа в каком фильме больше всего вам запомнилась? Мое первое кино, оно стало для меня судьбоносным. Я не могу иначе сказать, причем в это кино меня пригласило, дал мне возможность сыграть там главную роль Павел Санаев. Это сын, собственно, Марин Санаев, которая здесь работает. Ну, для меня, как для девочки из Екатеринбурга... Ну, Сева Лобосадаева, знаменитого актера, народного артиста СССР. Да, он чудесный человек, который дал возможность никому неизвестной девочке из Екатеринбурга роль, главную роль в полном метре, им написанном, снятым замечательным режиссером Филиппом Коршуновым. Этот фильм для меня очень важен, поскольку он первый. Еще раз название фильмом. Полное превращение. Да. Это комедия, веселая, легкая, вот. Но он шел в кинотеатрах, поэтому я очень жду... Интересно, что автор – это автор «Храните меня за плинтусом», который веселое и легкое это произведение не назовешь. Павел, он вообще достаточно полярный человек. То есть, если смотришь на него, ему прекрасно даются юмористические какие-то вещи. Но вот сейчас он пишет снова «Хроники раздолбая» уже вторую часть. Это человек, которым с удивительной, вот я говорю, гармонией сочетаются вот эти два абсолютно полярных чувства. Легкость юмора и вот это вот ощущение мира тяжелого, такого тонкого, какого-то иногда с таким надломом. Он прекрасный человек, автор, и я его очень люблю. Арина, вы через час выйдете на сцену. Да. Сколько ролей вы будете играть в этом спектакле? Ну, основные в программке заявляются две. Это «Училка» моя любимая и замечательная Наталья Андреевна. Вот. Но если говорить о каком-то, о каких-то переменах, мне кажется, у каждого из нас есть больше десяти перевоплощений. И из-за этого я особенно люблю этот спектакль. Тебе удается одним махом весь свой диапазон в идеале показать. И это, конечно, Иосиф Леонидовичу спасибо за это огромное. Я вам желаю принять участие в спасении камер-юнки Рапушкина. Спасибо. Может быть, в этот раз это удастся. Мы всегда надеемся на это, что это сегодня случится. Вдруг нам тест промахнется. Вдруг получится. Мы очень верим. И все у вас будет хорошо. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всем вот участникам сегодняшнего спектакля, актерам театра «Школа современной пьесы» задаю первый вопрос одинаковый. Что в вашей жизни Одесса? Солнце, вкусная еда, море, люди замечательные. Праздник какой-то? Я знаю, что ваш театр достаточно часто ездит на гастроли, да? Но это не все, наверное, московские театры так гастролируют. Или вот... Не все, а очень многие сидят и прямо дома и мечтают поехать туда. Мы часто ездим. Ну, вот какие наиболее яркие гастроли были у театров за последний год-два? Кавказ. Мне очень понравились в Нальчике. В Эстонии мне понравилось. Да везде мне нравится ездить. Но Одессу я бы ездил недавно в Грузию. Ну, я ждал, что там будет солнечно, вкусно, гостеприимно. Ну, я как-то чуть-чуть подломался. Честно говоря, там не так было, как я ожидал. А вот Одесса, я всегда знаю, куда я у меня прям... Я вижу эту вареничную, в которую я люблю ходить. Я мечтал сюда приехать. Мне нравится здесь. Ну, недаром говорят, что застроили это воздух для театра, да? Для актеров. Конечно. Это впечатление. Да, и тем более прием очень хорошо принимает зритель. Очень хорошо. Приятно. Александр, а что для вас театр школы современной пьесы? Вы уже в каком классе в этой школе? Какой год вы уже работаете? Одиннадцатый. Вот в одиннадцатом классе, выпускной. Да, да, да. В одиннадцатом классе. Вот что для вас это театр? Ну, это моя жизнь. Я живу в этом театре, я работаю. Мне нравится, мне хорошо. Расскажите, вам удается или наоборот приходится достаточно часто сниматься в кино? Ну, может быть, не так много, как хотелось бы, да? Да. Но не так мало, как хотелось бы, наверное, вашему художественному руководителю, да? Да. Поскольку худруки не очень любят, когда их актеры снимаются в кино. Вот расскажите о вашей жизни в кино. Что там было интересного за последние годы? Ну, участвовать там у меня роль. Это ментовский сериал, как всегда. И там я такого эксперта играю. Такого категоричного, несгибаемого. Расскажите вот о сегодняшнем спектакле, где вы будете играть. Спасти камеринка Ракушкина. В общем-то, так положа руку на сердце, вы там играете главную роль. Ну, да. Хотя ролей-то много у всех, да? Но вот многие ваши партнеры по этому спектаклю, они перевоплощаются несколько раз. Да. По несколько раз. А вы перевоплощаетесь, практически вы играете там самого себя. Угу. Разный возраст, разные обстоятельства. Вот как вы живете в этом спектакле? Чем он вам дорог? Мне кажется, что он променяет этот спектакль. Вот именно так сложилось, что у меня очень много совпадений именно с героем. На какие, например? Ну, я такой же двоечник был. Вот. Абсолютно такой же. Да много чего. И тот же Ракушкина, они очень-то любили. Да я практически, да. Не переваривал его. Длинно писал и прям... Ну, все. И прям и возраст практически мой, и это и пионерия, и все вот эти дела, которые были. Да. Ну, может быть, благодаря этому тоже очень такая у вас органика очень серьезная в этой работе. Я его, мне кажется, понимаю и чувствую. Ну, это и зритель чувствует, что вы понимаете и чувствуете своего героя. Да. Саша, спасибо. Спасибо вам за что нашли время перед спектаклем. Спасибо вам большое. Вам удачи и хорошо сыграть. Да. И сегодня, и завтра. И больших творческих успехов на всю оставшуюся творческую жизнь. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Здравствуйте, Даниэла. Здравствуйте, Александр. Даниэла, всем участникам сегодняшней передачи я задаю один и тот же вопрос. Что для вас Одесса? Ой, вы знаете, в Одессе я появилась лет семь назад. Это были мои первые гастроли с театром школы современной пьесы. Я только поступила на работу в этот театр. И мне сказали, ты знаешь, мы летим на две недели в Одессу. Мы приехали. Ну вот, собственно, и теперь у меня здесь много друзей. Я уже была здесь пять раз. Я не меняю театр, потому что театр прекрасен. Одесса прекрасна. Она нас соединила, влюбила друг друга, влюбила меня в этот репертуар этого театра, в людей, которые работают в нем, потому что они прилетели в Одессу и раскрылись для меня сразу идеально просто. И после двухнедельного путешествия сюда, тогда, семь лет назад, оно просто нерушимо. Какие роли вы играли в каких спектаклях тогда? Тогда? Ой, вы знаете, мне повезло. Я попала в шикарный спектакль, который до сих пор идиотово поставила я с Плянинчей Рейхельгаус. Это «Русское горе от ума». Вот, и я там играла небольшую роль тогда в первой гастроли, но в следующей гастроли я играла Софью. Вот, Софью. И это было классно. И я была уже с этим театром уже два раза, и сейчас третий. Вот, конечно, мы сюда приезжаем, и хочется бывать здесь чаще. Конечно, здесь невероятные зрители. И на днях вот уже прошла шинель, шинель-пальто, наш спектакль. Он прошел невероятно в Одессе. И когда мы стояли на поклоне, вот, и у Леонида Шерехельгаус, он просто, он был в восторге. И он говорит, любимые мои. То есть вот в конце он уже говорит там, спасибо вам, вы такая публика, мы так любим к вам приезжать. Любимые мои. Так тихо. И мы его все тоже очень поддерживаем в этом. Вот, конечно, и мы чувствуем, как для него важно привести это сюда. Как для него важно побольше, побольше людей просветить тем, чем он занят, чем он дышит. Вот. Ну и от публики мы тоже берем. То есть мы не только привезли показать, но мы и берем тоже. Потому что реагируют люди на определенный тончайший юмор, который, да, который у Леонида Шерехов пытается его вытаскивать в Москве, всем, всем показывать. Но не все его считывают. А здесь считывают именно вот тот тончайший юмор, который мы, который мы так любим. Даниэла, вы родились в Риге. Да. Работаете в Москве. Уже седьмой год в театре «Школа современной пьесы». То есть вы уже в седьмом классе. Вы такая семиклассница. Да. И вам еще, как говорится, учиться и учиться, работать и работать. Вот что для вас это театр? Чем он отличается для вас от множества других московских театров? Ой, ну вот я опять буду говорить про труппу. Потому что то, как мы сочетаемся, то, какие мы взаимодополнимые в этой труппе. То есть у нас так редко бывают какие-то изменения, какие-то скандалы, конфликты, ерунда. У нас все очень интересно, скажем так. То есть у всех своя есть полка. Я не хочу занять ничью. У меня есть своя полка в этой классной библиотеке. И мне нравится моя полка. И это важно. Конечно, ну, то есть вот важен вот этот состав. Важен состав. И очень важно доверять человеку, который руководит театром. Соответственно, важно, чтобы главный режиссер, с которым ты связан в работе, он был твоего, ну, как бы, твоего, ну, как, ну, твой, что ли. И тогда все хорошо. Если нам приносят какую-то пьесу, мы ее читаем, мы смеемся вместе, нам нравится, мы принимаем это. Или если мы не принимаем, мы говорим, мы не принимаем это. Вы что, не видите? Ну, вижу, вижу. Ну, давайте уберем. Ну, давайте. Ну, то есть такой вот разговор. Даниила, вы актриса не только театр, но и кино. Да. Расскажите вот ваши любимые роли в кино. Ой, мои любимые. Вы знаете, у меня не было никакого серьезного полного метра. Возможно, поэтому я уже 7 лет в театре, потому что я всегда на репетиции появляюсь. Вот. А так я снимаюсь в сериалах, на телевидении веду передачи. Мне это удается. Ну, удается. То есть вот на вашем месте я бы посидела, например. Спасибо. Я пока еще побуду немножко на этом. А потом с удовольствием его вам успею. Спасибо. Даниила, вы буквально через полчаса выйдете на сцену. Да, даже меньше уже. Мы с вами заболтали. Я бы хотел в очередной раз пытаться спасти Камерьюн Киропушкин. Да. Сколько ролей вы будете играть в этот спектакль? Я думала, сколько раз вы пытались это сделать. Много уже. Ну, много. Я уже думаю, да. Уже несколько десятков. А может, уже под сотню. Почти сто. Уже почти сто раз. Ну, пока безуспешно. Дантес все-таки попадает. Пока, да. Сколько ролей вы сыграете? Вы знаете, наверное, 4-5, может, 6. У меня там есть, знаете ли, такая микророль, где я играю женщину из немецкого кабака, например. Скажите, а вот вам нравится? Вам комфортно перевоплощаться? Вот так переходить из одной роли в другую? Конечно, да. Конечно, да. Потому что в этом тоже талант актера. А еще, знаете, что иногда бывает, приходишь на спектакль, и настроение под определенные роли очень идет, а под другие не очень. То есть, например, очень хочется там сесть. Есть момент, где мы курим. Я, например, не курю. Там, считаю, что это плохо. Ну, странно. У тебя приведешь к Ленеевичу курить, да? Да, странно. Немного героев там таких есть. Ну, там, знаете ли, по роли нужно вот курить. Я думаю, ааа, сейчас я сяду и буду делать. Ну, вот, я буду курить. И мне нравится. А иногда я думаю, блин, что-то курить не хочу. Ну, то есть, вот оно по-разному. Когда хочется шутить больше, а роли-то разные, нужно и пошутить, и серьезного, и покурить, и вот сыграть эту женщину из кабака, и сыграть училку. И нужно быть в таком нейтральном, наверное, состоянии духа, чтобы лезть и туда, и туда. Что-то такое должно быть нейтральное. Спасибо. Удачи вам и в сегодняшнем спектакле, и во всей вашей долгой и, надеюсь, успешной творческой жизни. Спасибо, очень приятно. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время перед спектаклем. Скажите, вот, что в вашей жизни Одесса? Ну, во-первых, практически всегда так получалось, что в Одессу мы приезжали летом, поэтому в любом случае это для меня не работа, хотя, конечно же, любой мой приезд в Одессу был связан только с гастролями. Ну, соответственно, моей работой, когда мы с театром школы современной пьесы, хочу сказать, что все мои приезды на гастроли были только с театром школы современной пьесы, хотя я во многих театрах работал. Но вот именно повезло, что именно с этим театром я приезжаю, потому что руководитель Одессит, потому что он здесь все знает, потому что его здесь любят, и поэтому нас встречают хорошо. Так вот, летом я приезжаю, значит, соответственно, для меня Одесса – это тепло, это море, это какой-то невероятный воздух, это деревья, эти листья, это все, это какое-то такое удовольствие. Естественно, я его связываю только с отдыхом, то есть, соответственно, с отпуском. И всегда мечтаю, вот, ну, вот все в будущем, просто как-то вот не получается пока, но приехать сюда вот уже всей семьей и отдохнуть, вот уже просто отдохнуть по-настоящему. То есть, вот на недели, на две спокойно погулять по улочкам, спокойно позагорать там на море или куда-то съездить на машине. То есть, вот для меня это всегда праздник, я всегда, когда Иосиф Ильич говорит о том, что мы едем в Одессу, для меня всегда это большая радость, потому что я знаю, что я отдохну. Я просто похожу, просто посмотрю, просто подышу вот этим каким-то особенным воздухом, не могу объяснить. Вот мы, допустим, ездили сейчас вот на гастроли, там, Белиси, какие-то другие города, Нальчик, Махачкала, все. Вроде тоже тепло, но вроде тоже море в Махачкале. Вообще не то ощущение. Вот я не знаю, что. Какой-то другой, вот он какой-то другой соленый и какой-то свободный воздух. Мне очень нравится здесь. Спасибо. Иван, скажите, гастроли. Вы начинали работать в Иркутске, в Иркутском театре, заканчивали Иркутское училище, правильно? Ну, во-первых, я скажу честно, я начинал работать в Алма-Атинском. Я сам алма-Атинец и учился сначала в Алма-Атинском театральном училище, работал в русском тюзе. А потом, волею судеб, когда стала страна меняться, наша бывшая советская, я, к счастью, оказался в Иркутске и уже окончил Иркутское театральное училище. И, в принципе, ну да, профессионально, наверное, профессионально дипломировано я начал работать уже с Иркутского драматического театра. Ну, а вот гастроли. Гастроли вы сейчас назвали Северный Кавказ, назвали Грузию, Одессу. А вот какая вот география ваших именно гастрольных поездок за последних нескольких лет? Ну, могу сказать, конечно, да, по России, еще когда с другими театрами я работал до нашего театра, школы современной пьесы, на север часто ездили. Но я застал такое время, когда... А в каком театре вы работали? Вот я работал в Иркутск, Омске, в Омске, в Северодвинске, в Архангельске, в Волге. И там был фестиваль «Голоса истории» под открытым небом. Замечательный фестиваль, я считаю, что в таких прекрасных городах, даже как и в Одессе, я не знаю, есть ли под открытым небом какой-то подобный театральный фестиваль, его можно организовать. Потому что там был Кремль. И спектакль все привозили именно вот вживую, смотрели в стенах Кремля. Это дает сразу другое ощущение, и глубину, и небо, и где-то церкви, где-то еще что-то, ветер. Вы у Зурабанзорович? Да, Зурабанзорович Ланабашвили, да. Пять лет у него работал, но, честно, я хотел что-то сменить, потому что я считаю, что тяжело быть, тяжело режиссеру, который, ну, больше практически к нам никто не приезжал, тяжело, я был ведущим артистом абсолютно, здесь играл Макбета, Глумова, Дмитрия Карамазова. То есть я играл все крупные роли, ну, в соответствии, по своей фактуре, и у нас с ним были хорошие отношения в плане творческого общения. Но там я понимаю, что любой режиссер когда-то устает от актера, потому что да, он его читает, да, он что-то пробует. И дальше возникла пауза, в которой я играл, начал играть небольшие эпизодические роли, и я понял, что, а сил во мне было много. Я понял, вот что-то должно произойти, либо я должен куда-то уехать, либо еще что-то. Я был морально готов. И когда случилась наша встреча там на фестивале, вот, который, говорю, с Осипом Леонидичем Рахильгаузом, и вот она была, видимо, такая вот судьбоносная, потому что вдруг был дан такой толчок, не сразу все гладко, не все сразу в руки, но был дан толчок, мое желание, и обстоятельства так сложились, что вот я переехал, сделал такой большой шаг именно в Москву, о чем, конечно, никогда не жалею, ну и думаю, что вряд ли буду жалеть. Но вы, не хочу сказать, что исключение, но вы один из тех немногочисленных примеров, когда вы не как студент вошли в труппу театра «Школа современной пьесы», а уже как состоявшийся актер, который просто перешел на работу в этот театр. Иван, скажите, вы уже в 11-м классе, да, «Школа», вы работаете, служите 11-й год в этом театре, мы скажем, 11-й класс, да, выпускной, 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 но я надеюсь, что вас оставят несколько раз еще на второй, на третий, на пятый год, вот, потому что я видел очень много спектаклей с вашим участием, мне очень иногда приятно, когда я щелкаю, перещелкиваю какие-то каналы и натыкаюсь на фильм с вашим участием, вот, и мне всегда, это же Ваня, я же его знаю, молодец, как он играет, то чекиста, то не чекиста. В основном, с моей фактурой я, в основном, играю только людей, вот, связанных с вашим участием. И нельзя оторвать, и, допустим, поместить театр, вот, если поместить театр «Школа современной пьесы», например, в Пензу, это будет другой, другой театр, и я буду по-другому там находиться. Здесь он неразрывно связан с Москвой, с большими возможностями, с тем, что в Москве происходит, в театральной Москве, и на фоне всего того, что происходит, то, что происходит именно в театре «Школа современной пьесы», это, конечно, современная пьеса, это проба, это невероятно какая-то постоянная, постоянный, ты находишься вот на, тебе дают возможность что-то новое попробовать, и в этом его большая ценность, потому что, да, я очень много играл, правда, вот я назвал классики, но современная пьеса и современная режиссура, так как мы ставим спектакли не только с, там, с Осипом Альиничем или кем-то еще более таким опытными, чем студентами, мастерами, но и приходят студенты молодые, которые сейчас заканчивают у мастеров театра, ну, в ДИТИСе театрального искусства, вот, и они приходят со своим каким-то ощущением, со своими мыслями, мы с ними боремся, мы что-то пробуем, и сейчас такое время сложное, когда пьесы все очень необычные, то есть в них надо вгрызаться, раскрывать, или наоборот подчиняться режиссуре, и вот это все, то есть ты не знаешь, какая будет следующая пьеса, и это дает мне энергию для того, чтобы, для моей актерской профессии, потому что это всегда вызов, вот, я нашел это слово, это вызов, всегда большой вызов, вообще современная пьеса вызов, вот, и, соответственно, опять же, еще раз говорю, вот в общем театральном пространстве, находясь, я посещаю некоторые театры, и я все больше и больше убеждаюсь, что та ситуация, в которой я оказываюсь, она очень комфортна мне как актеру, да, может быть, мне что-то было там интересно, но вдруг мне предлагают вот какую-то пьесу, говорят, предлагают участие, я, честно скажу, не во всем соглашаюсь, я очень достаточно такой, стараюсь все равно избирать вот темы, больше я выбираю темы, потому что если есть тема, которая мне неинтересна, или я считаю ее не своей, я имею, опять же, такую возможность, ну, не во всех театрах это было, и не каждый актер может сказать, нет, я не буду, у нас в театре в этом плане абсолютно свободно, я могу сказать, знаете, Василий Ильич, очень уважаю даже его в спектакле, но я не буду играть эту роль и не буду участвовать в этой пьесе, ваш выбор, например, вот спектакль, это действительно еврейские анекдоты, когда мне предложили играть там Абрама, Лето сказал, знаете, Василий Ильич, вот меня послушайте, вот мне, поверьте, я не буду играть еврейского, ну, герой еврейский, национальности, да, я буду русским, если вы готовы, я буду играть лицо русского, да, Ваня русский, все, если вы готовы, и это был такой вызов и ему, и мне, и мы вместе придумали вот такую интересную роль, и я думаю, что мы даже отчасти, ну, углубили, как говорится, вот этот спектакль, вот этой, ну, этой работы, но, это мое ощущение, было более интересным, более интересным, потому что тут сразу появились внутренние конфликты. Ваня, а в этой режиссурой вы еще не хотите заниматься, или уже что-то пробуете? Нет, сам я еще конкретно ничего не ставил, вы знаете, очень много режиссуры, опять же, появилась эта возможность именно в нашем театре, школе современной пьесы, потому что, еще раз говорю, когда здесь много свободы, во-первых, от Иосифа Леонидовича, мне, актерской, очень много свободы, это очень ценно. Да, иногда хочется сказать, репетируйте меня, я устал или я не понимаю, но эта свобода позволяет над собой работать, плюс, работая с молодыми режиссерами-студентами, ты по неволе, потому что они не все знают, ты по неволе начинаешь сам заниматься этой режиссурой, и есть спектакли, которые, например, вот дурочка и зек у нас идет, которые в определенный момент ты берешь на себя какую-то ответственность и говоришь, так, смотрите, вот смотрите, я вот думаю вот так лучше, и то есть по неволе ты занимаешься режиссурой постоянно, режиссурой своей роли, иногда, ну, можешь что-то подсказать там. Сейчас, вот, Леонидович, так как я являюсь, ну, педагогом на его курсе заочном, теперь уже как педагог, вот, он меня просит, у меня есть мысли, но, опять же, для меня, я актер вот по своей, вот, не знаю, мне кажется, до мозга костей, хотя, конечно, есть интересы, я считаю, что режиссер, режиссер должен немножко вот созреть к этому, вот, когда ты без этого уже не можешь, и ты уже понимаешь, что все. И я думаю, что если вдруг придет какая-то пьеса интересная, которая меня вот проб, я которую вот буду знать, как ее сделать, я обязательно ее сделаю со студентами, либо Иосиф Леонидович предложит, либо я где-то прочту. Конечно, конечно, в принципе, любой актер когда-то в определенном периоде своей жизни, он хочет стать режиссером, он не хочет быть подчиненным, он хочет сам создавать, а чем старше, тем это желание больше, поэтому я не исключаю, что это, возможно, даже и произойдет вот так. Иван, вот вы через час выйдете на сцену, сколько ролей вы будете играть в сегодняшнем спектакле «Спасти камерьон Киропушкин»? Вот, честно скажу, не считал три, как минимум, Дантес, Прапорщик, Витек, и, а вот, знаете, он такой спектакль, спектакль, и ты конкретно не разделяешь, да, вот я примерно назвал вот эти три, примерно три роли, но там есть еще школьник, есть детсадовский мальчик, есть еще, и они все разные для меня, потому что каждый по-своему, каждый, даже, понимаете, и я буду играть самого себя, как бы не играя, а находясь сейчас данный момент на сцене, но если я на сцене, я, я, но в то же время я немножко над, даже над собой, то есть в этот момент, поэтому, ну, давайте так скажем, ну вот, пять как минимум, то есть, но я их не играю, а они, как бы, не знаю, через меня рассказывается вот это, то есть я не беру конкретно, наверное, какой-то очень образ, очень острый, я нахожу какую-то черту, которую выделяю больше или меньше определенного персонажа, то есть, ну, это так, как педагогически, то есть выделяю, то есть не полностью перевоплощаюсь, а говорю, вот, смотрите, вот он был вот такой, или он был такой, или он еще такой, то есть эта черта позволяет уйти от себя и некоторую характерность принести, ну, вот, в эту роль. Спасибо. Я желаю вам спасти сегодня камерьем Киропушкина. Ох, не знаю, я же все-таки Дантес в итоге. Да, вот, я желаю вам хорошо сыграть сегодняшний спектакль, завтрашний, и вообще желаю вам творческих, творческих, творческих удач и побед на вашем еще очень-очень-очень длинном творческом пути. Очень надеюсь, вам большое спасибо за приглашение в Одессу, еще раз на гастроли, с огромным удовольствием еще приедем и с вами пообщаемся. Спасибо, удачи. Если нет, подходят к концу, по счету, уже десятые гастроли в Одессе, я вам скажу так, 22 лет. Нет, нет, в 90-м году были первые гастроли. Мы только это были одни из первых гастролей вообще. Тя, да. Ну, вот какое у вас ощущение об этих гастролях? Чем они отличаются от предыдущих? Ну, на этих гастролях зрители очень хорошо знают, куда они идут. Очень хорошо знают. Знают артистов, нескромно скажу, знают режиссера, знают театр, что самое главное. Они понимают, что это не... Если там в 90-м году, что за школа современной птицы, что это вообще такое? А дальше ведь были очень разные. Были замечательные гастроли, которые устраивал гурвиц, мэр замечательно устраивал. Были гастроли, которые устраивал... Сейчас, я запутался в губернаторах, здесь вот очень много. Но, во всяком случае, довольно регулярно. И мэры, и губернаторы делали гастроли. И были прекрасные гастроли в помещении Тюза Одесского, где мы тоже играли в центре. И мы, правда, долго не играли в русском театре, что жаль. Я вот просто счастлив, что именно в этот приезд мы опять вернулись на сцену русского театра, который для меня вот просто так... вырос на приступочке этого театра. И эти гастроли уже, как бы, назвать, но они такие... Они ожидаемые, если знать. Они... Несмотря на то, что такое время непростое, они вам не рассказывают, как было. Но вот они в полном объеме, все равно, несмотря ни на что, едет огромная фура с декорациями, и едет... Ну, там больше половины трудов, которые участвуют в гастроли. И мы привозим, как вы понимаете, не антреприску, не там стул-два стула, а привозим ледовое покрытие для шинели. Мы привозим вот всю эту землю, огромные мешки с землей для Пушкина. Мы привозим целый Одесский двор в Одессе и выставляем его на сцене. Так что я, естественно, я очень рад. Вы ведь знаете, вы старые наши авторы, друг, и что тут говорить. Вы знаете все про наш театр, и знаете, что мы буквально только за последние месяцы, вот там за три недели до Одессы, вернулись и замечательные гастроли в Грузию, а перед этим вернулись из Эстонии, а другая группа вернулась из Калькутты, а Северный Кавказ мы объехали весь май, то есть везде полные залы, везде нас ждут, принимают. И это не потому, что я из Одессы, для меня понятно, я возвращаюсь домой, а вот артисты, наши художники по свету, звукорежиссеры, гримеры, одевальщики, реквизиторы, вся наша так называемая постановочная сеть, все равно для всех... Одесса это не совсем гастроли, это какой-то такой... Вот гастроли, гастроли, работа, работа, а теперь мы едем в Одессу. И это такое психологическое какое-то состояние, так вот, что а теперь в Одессу. В Москве много подрухов, руководителей театров, выходцев из вашего... Много, да, было еще больше. Почему только один из них далось? Практически каждый год привозят, а если не привозят, то хотел бы привезти свой театр в Одессу. Почему только вы? Вот в чем вот этот фильм? Почему там? Ну, я не могу. День и недель, и где потом? Я других, ну, там замечательные режиссеры Одессе. Юра Погребничка, просто выдающийся режиссер, прекрасный. Миша Левитин, ну, что тут говорить, они ему книги пишут. Николай Николаевич Губенко, я с ним говорил недавно. Николай Николаевич, наша Одесса, все, он сразу у него слеза накатывается. Я уже не говорю о наших киногениях, которые провели здесь детство и юность. Я говорю, и Бортко, и Тодоровский, и, да, слушайте, ну, чего мы с вами, это много передач. Да, это очень серьезная подготовка, это гастроли, потому что людей надо, ну, как минимум, информировать. Не говоря уж там, я уж не говорю рекламировать, информировать. Но заметьте, вот в прошлом году мы сыграли три Пушкина, трех Пушкиных, вот здесь в театре начальника. И в этом году мы сознательно повторили. Я совершенно уверен, сейчас жутко предугадывать на следующий год, что будет в России, что будет в Украине, и какие будут начальники, и как они. Но если бы привозить, например, через год, то я бы смело уже привозил шинель, я думаю, «Аншлаг» был бы, кто-то бы второй раз смотрел, а кто-то бы передал кому-то первый. То есть опять можно привозить все, чего мы здесь не показываем. Мало того, мы ведь не показывали, мы не показываем довольно много наших очек, простите, хороших спектаклей. У нас идет спектакль уже, по-моему, два сезона. Это мы сочинили с Женей Гришковцом, и там моя сценография как бы. Спектакль называется «Пока наливается пиво», Гришковец в главной роли, и вокруг наша замечательная труппа, это импровизация. Вот говорю вам, опять же, вот абсолютно искренне, проверьте. Мы этот спектакль можем вот сегодня объявить, я не знаю, там, на конец следующего сезона. Пилеты исчезают сразу. Просто сам популярный. И я очень хотел его сюда привезти. Гришковца не пускают в Украину. Я говорю, Жень, почему тебя не пускают? Что случилось? Он такой, что-то вот я сказал, что Ленин, я сам говорю, я его ненавижу, этого Ленина, но зачем его разбивать на камешки, ну поставили бы где-то там вот, в саду восковых или камень, то что-то я сказал, мне говорят, а, неправильно сказал. Ну это безумно. Страна, которая хочет быть в Европе, страна, которая хочет быть цивилизованной в мире, это ну совсем не цивилизованно. При том, что, чего мне признаваться в любви? И Одесса, и Украина, это моя родина. Поэтому мне тут... Но при этом, ну как, ну чтобы нельзя было прилететь на самолете сюда, сесть в Москву и прилететь на... Я на машине хотел на своей приехать, вы можете все это вырезать, но я хотел на машине, представляете, я так был рад, у меня прекрасное, ну дают до Киева, в том числе. Мне говорят, нельзя, нужно приглашение Министерства иностранных. Я не поверил, я позвонил, спросил. Какая политика в том, что мне можно въехать, а моей машине нельзя? В каком политическом акте она замешана, простите? Чушь, по-своему. Есть, Ильич. Тем не менее, главное спасибо, что Вы пробили эти кастроли и в материальном, и в политическом, и в моральном планах. И я уверен, что состоятся кастроли в следующем году, так что Вы принесете еще новые спектакли. Да у нас есть, что показывать уж. И вы несете еще, как говорится, вклад в том числе в культуру нашего с Вами любимого города. Спасибо и до следующих встреч. И Вам также.